здравствуйте друзья вы на канале simracing from zero с вами борис и сегодня у нас разбор полетов обзор одной из первых гонок как первый этап дает несколько гонок можно проехать вот это вот на мой взгляд одна из самых интересных я стартовал с пола на втором месте немец это bmw драйвера третьими итальянец рад на четвертом месте я забыл что за флаг sir и an 777 на пятом месте британец твр запомните с какой позиции он стартует шестое месяц француз гри 3 вильям из франции тайл вильям тайл на восьмом месте тоже флаг это не знают томасов он салл еще девятьсот восемь шестой год француз тмр без алекс на девятом месте на десятом месте еще один француз чита на 11 месте испанец его лаксандр возьмем смесь и красивый mercedes ты у нас голландия на 13 месте поляк марш марсин на четырнадцатом месте флаг 619 на пятнадцатом месте австрийц герхард берлина наш на сами себе француз лет гран пилот на семнадцатом месте наш украинский друг на восемнадцатом месте порту колец и бой не лихой девятнадцатом месте британец марти на мерседесе и на двадцатом на бмв наш отечественник ревиал порт и так предстояла очень горячая борьба старт сходу все прекрасно смотрите мы стартуем на на среднем комплекте резины то есть на более жестком и нам первые три круга придется очень и очень тяжело гонщики выстрелись внимание старт срываемся с места приближаемся к коварному первому повороту резина холодная торможение тут очень легко получить штраф не ошибиться и уже немец выходит быстрее быстрее выходит и сюда поворот так у него мягкая резина тут у меня слегонца пихает и пытается здесь нырнуть внутрь я занимаю внутреннюю траекторию не пускаю его здесь он буквально наседает на меня на заднем бампере не сидит прессингует мне приходится очень непросто занимая внутреннюю траекторию он пытается пойти снаружи на торможение я внутри контакт широко он выдавливает меня и таким образом на первом же круге я теряю свое лидерство и свою очередь уже еще и получаю штраф запомните все эти штрафы это я теряю еще одно место отчаянно сопротивляясь и удерживаю свое третье место потому что позади меня ребята тоже забрались уже собой чешить потеряли а британец начинает меня наседать на свое митсубиши а немец начинает потихонечку потихонечку уходить вперед и так я сдерживаю всю эту группу на гоним и на жестком комплекте я собираюсь так отбываю штраф и на митсубиши он проходит меня и так я откатываюсь на третье место на третье место позади меня по прежнему очень плотная группа здесь пристрела собраться и попытаться далеко не отстать от лидеров тем более что мне лучше получился по выход из последнего поворота я даже начинаю настигать чувака на митсубиси лучше я выхожу из первого поворота и даже контратакую контратакую до внутри контратаковал и прохожу его прекрасный маневр таким образом я вернул себе свое второе место на дворе у нас третий круг но здесь его резины помогает и он лучше выходит из этой эски я снимаю внутреннюю электро и не пускаю его пытается меня вытолкать не выходит у него очень плотная борьба и я сдерживаю аж трех пилотов хотя позади то есть впереди знайте немец не не так уж и далеко моя задача села в том чтобы не так не отпустить его очень далеко чтоб он не уст не успел создать себе задел задел для того что за что у него мягкая резина у меня жесткая ныряет внутрь и проходит вновь он контратакует меня а позади ребята уже начинают отставать итальянец и британец посмотрим на каком комплект резины на мягком на среднем на среднем на тоже как я итальянец как я леет на мягкой на средней резине но наш темп на средний и вот это средний у нас темп выше поэтому нам даже удается держаться в темпе лидеров уже пятый круг мы отстаем не так много по-прежнему итальянец получает штраф я думаю он уже потеряю со своими станет британец не атакует и сейчас он пропустите вы думали потому что итальянцы придется отбыть штраф мы уже довольно далеко отрывались от них довольно далеко я не по прежнему не отстаю от митсубиши так смотрим штраф а британец где-то потерял вот подоставка он ошибся и я думаю даже не сможет пройти да он не сможет пройти так внимание да возвращаемся к лидерам я по-прежнему держу темп на втором месте теме что он на мягкой резине на жестко нам удается держать более высокий темп казалось бы все нормально все нормально но мне тут то было едва не ошибается у нас вновь лучший выход мы даже сокращаем отрыв от лидера широковато он заходит но тут множество возможностей можно проиграть на входе выиграть на выходе много вариантов а между итальянцем и британцем борьба продолжается она кипит буквально в каждом повороте и итальянец по-прежнему по-прежнему то и удается сдерживать британца мы по-прежнему держимся не давая уйти вперед не лидеру не сир и ансен три семерки будем три семерки не отпускаем и их все было хорошо в этот момент все под контролем вновь у нас лучший выход нам помогает slipstream и здесь я думаю что нанесу у него контратаку он закрывает у нас внутреннюю траекторию блокируя меня вот здесь резина у него лучше работает на выходе он всегда не закрывается но нам помогает slipstream и мы держимся по-прежнему на дворе у нас уже седьмой круг вот этот хитрый поворот мы лучше проходим мы по апексу он же сняли несколько сантиметров промазал апекс и вновь у нас лучший выход и по-моему мы даже и приблизились к лидеру да мы приблизились к лидеру который лидирует со второго круга так и не удается ему создать отрыв отлично мы проходим поворот вновь быстрее и с вами видим брит с три семерки получает штраф и это наш шанс это наш шанс посмотрим на его износ него уже завалясь или зос он бывает свой штраф мы накатываем и перед следующим поворотом мы проходим его внутри на торможение перед этим пологим скоростным поворотом широковато мы выходим но не получаем за это штраф резина уже подвозносилась нет получаем штраф получаем что это вы помните за второй штраф будет ли он контратаковать а британец начинает нам подбираться бок о бок мы проходим поворот все чисто и красиво и никакой грязи в этом лобе упали хорошие соперники из бок о бок мы входим следующий поворот есть небольшой контакт и из-за этой борьбы из-за этой борьбы мы подпустили к себе британец буквально накатывает нас на мягкой резине на его audi почему-то износ гораздо меньше он не только маленький износ он смелся к нам связи я отбыл свой штраф и пропустил еще и британца таким образом на девятом круге я откатился на четвертую позицию британцу каким-то чудом удалось посмотрите насколько у него меньше износ у него меньше износ на на мягкой резине я пытался контратаковать широковато вышел у меня уже два штрафа такие и на меня в свою очередь накатывает еще итальянец на десятом круге я проваливаюсь на четвертое место и оказывается под атаками итальянца что конечно меня совсем не радует посмотрите на британца он просто начинает накатывать на три семерки убивает штраф итальянец и дает мне временную передышку так уходим на 11 круг не так и далеко отпустив итальянец заезжает на пистол собираясь сделать андергат мы на 4 месте приближаемся мы не отпускаем это борьба из-за борьбы когда творишься ты теряешь очень много времени сейчас мы в принципе вот первым все и дело в 4 4 5 секунд и первый сектор даже нас лучше было чем предыдущий без борьбы поэтому все в порядке мы на одиннадцатом круге по моему сейчас мы поедем в боксы так нет мы решились еще на один круг уходим а лидер у нас боксах лидер в боксах таким образом мы сейчас временно выходим на третье место на позицию подиума сортовали мы с пола военок для изношенной резины неплохо так посмотрим состояние резины британца он лидирует здесь они борются у него резина гораздо в лучшем состоянии но они борются что мне на руку я приближаюсь с 3 7 продолжает прессинговать его так смотрим когда мы пойдем на песок по-моему на песок мы поедем да на песок мы поедем сейчас и так синхронно вместе с три семерки нет или с британцем место семерки мы на пит стопе если у него у него была комплект мягкой резины то у нас средняя резина и теперь до конца гонки мы поедем на мягкой резине нам какой вывод нам нужно научиться экономить резину так как это делал этот британец просто очень сильно сэкономил возвращаемся мы на пятом месте на шестом на же месте простите теперь впереди у нас целая группа пилотов почему-то этого три семерки обслужили как-то гораздо быстрее он почему так мы заехали вплотную а вы их он намного намного с большим большим отрывом ничего итак британец на пистопе смотрим где он сейчас его ждут на четвертом месте и вот мы с вместе с тремя семерками буквально у него плотную позади и тут начинается реальная борьба реальная плотная борьба давайте посмотрим с он борда моего вот как все это происходило впереди еще ребята которые не побывали в боксах я на комплекте мягкой резины и наношу свою атаку не проходит атака опять пользуясь липстримом пользуясь липстримом здесь атаковать очень удобно он занимает внутреннюю траекторию торможение и внутри здесь выныриваем и занимая внутреннюю траекторию проходим его бок о бок торможение прекрасно хороший манер и мы уже на пятом месте а виртуально на втором и мы начинаем потихонечку уходить уходить от 3 3 семерок всю гонку он боролся с нами мы настигаем вот этого британца настигаем и британца плотная борьба впереди очень плотный мы на пятом месте британец 52 и 6 наш лучший круг но это не абсолютно уже круг гонки все мы настигли британца это он тоже после пистопа у него средняя резина у нас мягкая мы наносим свою атаку наносим атаку ныряем внутри проходим его красивый маневр и теперь впереди нас два человека это немец который пистопе уже по-моему побывал да нам остается что нам нужно как можно быстрее сейчас проходить этих ребят мы их настигаем одного за другим наш темп сейчас в этой стадии гонки гораздо выше гораздо выше потому что у нас мягкая резина ну а не сдерживать меня что позволяет британцу держаться я показываю абсолютно лучший круг в этой гонке и пытался нанести атаку но здесь это делать крайне сложно и здесь внутри вновь я занимаю внутреннюю траекторию с контактами человек был очень раздосадован и таким образом я уже за круг отыграл еще одну позицию и выхожу уже на второе место и впереди меня лишь британец до финиша он остается 6 кругов 6 небольшим 6 небольшим кругов темп наш по-прежнему выше тем более что немец ошибается и здесь я зачем-то в это сделал этот дурацкий маневр зачем я это сделал и получил штраф в 2 секунды а немец получил тоже штраф запомнил до этого уже 4 у нас британец получил штраф пытался атаковать мне там не тут надо было атаковать очень сильно чтобы создать отрыв но конечно этого будет не сажена на две секунды здесь не оторваться за такой короткий круг мы далеко оторвались от немцы далеко оторвались надо здесь нам оторваться чтобы как можно меньше пилота пропустить как можно меньше так мы лидируем за 5 кругов до финиша но у нас же штраф 2 секунды отбываем штраф печально и нас накатывает немец проходит снаружи и проходит у нас еще и три семерки таким образом ситуация получается такая же как перед пидстопом только мы на третьем месте вновь вновь мы накатываем на три семерки он каким-то чудом возвращает себя второе место калейдоскопическая быстрота ситуация с каждым с каждым с сектором вновь атака вновь атака не удается мне атаковать нет удается вновь таким же маневром рядом бок о бок и получаю еще штраф за срезку видимо это уже у нас пятая секунда штрафа пятый штраф вернее то есть секунды 3 так накатываем мы на лидера вновь но у нас вновь штраф отбываем штраф пропустим или нет занимаю внутреннюю траекторию не пускаю между ними кипит борьба очень захватывающая 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 и мне вновь пристает догнать и атаковать немца посмотрим на износ значит у британца у него средняя резина да это нас мяг на потенциальный конечно мы могли бы идти быстрее но нам тут вот эти штрафы все не дают это сделать мы теряем теряем темп как же вот эти вот нервные езда она убивает резину это тоже намек у него какой у него износ какой износ у него практически его нет он просто каким-то чудесным образом экономит резину итак до финиша остается три круга мы самая быстрая машина на трассе в данный момент но британцу ТВР удается каким-то чудесным образом просто экономить экономить свою резину у него она по сути сейчас свежая у него из-за этого темп сейчас выше чем у меня и у немца атакуем и я лучше выхожу британец тут же позади нас очень все плотно так я здесь влажу внутрь очень аккуратно по наружу оставляемое место красивая борьба выходит небольшой контакт и британец вот здесь ныряет внутрь все три машины бок о бок три машины в ряд британец внутри небольшой контакт я занимаю внутреннюю траекторию не пускаю немца прошел очень интересный обгон произошел да разом британец отыграл две позиции две позиции итак у нас до финиша остается меньше меньше чуть меньше двух кругов резина уже поплыла посмотрим вновь немец пытается контратаковать мы бок о бок бок о бок я внутри не пускаю немца продолжаем мы пытаться догнать британца но не выходит он просто очень хорошо умеет экономить резину надо этому учиться ребята надо этому учиться от немца мы уже отрываемся от немца мы отрываемся и пытаемся нагнать но не у нас ничего не выходит у него резина намного свежее посмотрите на эту разницу посмотрите на эту разницу да да 3-4-12 а у него 30 а 53 и да очень сильно он быстрее прошел круг 3-4 а 54-12 но тем не менее мы не сдаемся и атакуем я все ждал что он получит штраф на последнем круге мы даже к нему смотрите мы приблизились к нему от немца мы оторвались накатываем но уже все остается тут один два два поворота и это понятно что победу мы упустили да упустили обидно все выходят на финишную прямую и мы финишируем вторым а позади борьба так у нас кто немец стоял сегодня в 4 месте 777 француз на 5 итальянец лишь на 6 месте дальше у нас этот все за флаг не знаю потом на 8 месте австриец все финишируют бок о бок борьба такая жесткая португалец он плотно раз два три поляк где же что же у нас отечественник он на 18 месте на предпоследнем и на 19 у нас украинца спасибо ребята просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки всем до встречи всем пока 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 пока